Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача по детству Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте, Нина Павловна! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня говорим о тех изменениях, которые коснулись медицинских профилактических осмотров детского населения. Нина Павловна, давайте разбираться во всем подробно. Да. 10 августа 2017 года Минздрав России издал новый указ, по которому мы должны проходить диспансеризацию несовершеннолетних детей в детских садах, школах, диспансеризация в поликлиниках. И с 1 января этот приказ вступил в силу. На основании этого приказа, то, что мы делали в 17-м, 16-м, 15-м году, 13-46 приказ, он перестал существовать. И с 1 января мы проводим профосмотры несовершеннолетних только по этому приказу. Какие произошли изменения? Когда ребенок рождается? Новорожденный. У нас все осталось по-прежнему. То есть доктор должен здорового ребенка посетить обязательно два раза. В этот период родители должны определиться, к какой поликлинике они прикрепятся, где они будут наблюдаться. Но если ребенок проживает на территории обслуживаемой, в частности мы говорим про Одинцовскую ЦРБ, то педиатр будет приходить с этой территории. Если родители определятся раньше, то есть в течение двух недель, и они прикрепятся, например, к другой какой-то поликлинике, к поликлинике номер 3 или к медсанчасти, если мы говорим про Одинцова, то доктора уже тогда будут приходить оттуда. Если в роддоме ребенку не сделали скрининг новорожденного, значит мы это сделаем в поликлинике. Участковый педиатр при посещении ребенка на дому обязательно узнает, сделан скрининг новорожденного в роддоме. Если нет, он дает заявку в колл-центр, и в течение двух-трех дней медсестра из детской поликлиники приедет и на дому, скрининг этот возьмет. В месячном возрасте, когда ребенок уже приходит в поликлинику, педиатр осматривает его, и с месяца до двух ребенок должен пройти обязательный профосмотр. В этот профосмотр включены те же специалисты, которые были по приказу 1346, только там не будет доктора-ортопеда. Ортопед у нас переходит на трехмесячный возраст. С месяца до двух, после того, как ребенок пройдет весь профосмотр, он посетит хирурга, он посетит обязательно окулиста, невролога. Если какие-либо заболевания есть у ребенка, специалист назначит ультразвуковые обследования. Если ребенок здоров при профосмотре, то придя уже с результатами к участковому педиатру, участковый педиатр назначит ультразвуковые исследования. Это УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшной полости, эхо-сердия. Это все в обязательном порядке. Это все входит в 514 приказ, который мы должны обязательно выполнять. В двухмесячном возрасте ребенок сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, потому что приходит время нам делать вакцинацию ребенка. И его осматривает педиатр. В три месяца у нас также его осматривает доктор-педиатр и осматривает ортопед-травматолог. Все оставшиеся месяцы, включая 11 месяцев, каждый месяц смотрит ребенка только доктор-педиатр. То есть у нас нет 6-месячного посещения специалистов, как было ранее. И когда ребенку уже исполняется год, мы обязательно его смотрят невролог, детский хирург, лор-врач и травматолог-ортопед. Он сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, и мы делаем ЭКГ. Если, конечно, какие-либо изменения у ребенка есть, то электроэнцефалограмму, электрокардиограмму, мы это можем сделать и в течение всего этого года жизни ребенка. Но эти все назначения уже происходят только через педиатра. Только через педиатра. И контролируется им, и уже педиатр записывает врач, врач, да? Да. И направляет уже пациента. Да, какие у нас еще произошли, ну, доктор скажет, какие возрастные, родители сейчас, да, могут открыть интернет, найти этот приказ, и какие возрастные сроки, когда ребенок должен быть осмотрен теми или иными специалистами, он все это посмотрит. Но сейчас у нас наступает тот период, когда мы деток должны отправить в детские сады, в школы. Мы с вами знаем, вот мы постоянно это рассказываем, что мы создаем григады. Подготовить карты медицинские, без которых ребенок не будет принят. Да, теперь мы говорим, что вот у нас с вводом в действие данного приказа, мы говорим, что если ребенок 6 лет прошел медосмотр, да, полностью прошел, а в 6-летнем возрасте ребенка должен посмотреть педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, ортопед, офтальмолог, лор, детский психиатр, гинеколог, если мы говорим про девочку, и детский уролог-андролог. То в 7-летнем возрасте, когда ребенок уже непосредственно идет в школу, да, если у него есть профосмотр, сделанный в 6 лет, он проходит только невролога, детского стоматолога, окулиста и лор-врача. То есть у нас как бы задача немножко упрощается. В 3 года мы проходим всех специалистов, но в любом случае нужно обратиться обязательно к педиатру, и педиатр также распишет, каких специалистов нужно пройти, никакие необходимые анализы нужно сдать для того, чтобы пойти спокойно в школу или в детский сад. Как в этом году организована кампания профилактических осмотров в дошкольных образовательных учреждениях? Ну, сейчас мы уже заканчиваем практически все дошкольные учреждения. У нас 39, вот к ЦРБ относятся 39 дошкольных учреждений, где у нас есть лицензированные медицинские кабинеты, где есть медработники, и куда наши бригады, специалисты выезжают для прохождения этих медосмотров. По вторникам и средам специалисты у нас есть. Сейчас мы уже обслуживаем амбулатории, да, то есть это Одинцова мы уже все обслужили. У нас остались вот горки, заречья, да, сейчас мы выезжаем в эти детские сады. Ну, а дальше начнем лето, май, когда мы начнем подготовку к школе. И те детки, которые не прошли, были неорганизованные дети, не ходили в детские сады. Мы также, как мы делали в прошлые годы, да, мы сделаем, будем также создавать группы детей, чтобы они в течение одного дня этот медосмотр, они прошли. Нина Павловна, в какие сроки вы бы порекомендовали родителям пройти профилактические осмотры, если они не успели их по тем или иным причинам, или они просто не посещают, допустим, детский сад, а обучаются на дому? Ну, не оставлять это все, конечно, на август месяц, да, а все это сделать до окончания весны, к первому июня, ну, крайний срок июнь, да, мы медосмотры эти должны с вами закончить. Чтобы детки отдохнули, родители не думали ни о чем, да, не оставляли все это на потом, потому что очень часто сейчас, если родители не делают те или иные прививки, то взять их в организованный коллектив у нас будет проблема. И придется нам делать эти прививки, ну, с каким-то опозданием, а это не всегда хорошо, скажется на здоровье ребенка. То, что касается прививок, всегда возникает этот вопрос в канун Дня Знаний, родители вспоминают, что у ребенка не было прививки, и только после того, как на это обращают внимание специалисты, потому что возникают вопросы при приеме в школу или в детский сад. Чем все-таки грозит отказ от прививок? Вот сейчас все знают, да, что во всей России есть вспышка кори, да, и я не скажу, что мы перешли какой-то эпидемиологический порог в Одинцовском районе. У нас кори регистрируются, но ее сейчас не так много. И мы должны сказать, что болеют только детки, которые у нас не привитые. Многие родители, они уже убедились в этом. Если возникает та или иная инфекция в каком-либо доме, в подъезде, да, мы, медработники, начинают обходить все квартиры, оставляют памятки в почтовых ящиках о том, что непривитых мы должны обязательно привить. И тот ребенок, который будет непривитой, да, то если возникнет та или иная ситуация, то ребенка придется вывести из этого коллектива, да, мы должны привить этого ребенка. А если это будет первоклассник или ребенок ослабленный… Но там ведь достаточно длительный срок. Насколько карантин вот выводит ребенка из коллектива? Мы считаем, что где-то это 10-14 дней ребенок должен не посещать какое-то учебное заведение, да, либо это детский сад. И это же мы должны вакцинировать всех тех людей, которые были в контакте. Если мы говорим с вами про подъезд, если это болеет, да, то эта же вспышка может возникнуть в любой квартире, да, и опять это все по новой. То есть мы призываем все-таки вакцинировать детей, обязательно вакцинировать, потому что если сейчас мы с вами говорим только про корь, то у нас есть еще и другие заболевания. И если у нас будет низкий процент охвата вакцинации, то вспышка той или иной инфекции, то же самое может возникнуть. Если говорить про грипп, то как-то эта вакцина, хотя она не входит в обязательный календарь вакцинации, но тем не менее количество людей, количество родителей, которые дают предпочтение этой вакцины становится с каждым годом все больше. Да, вот вы знаете, я очень рада за этот год по всей Московской области, и в том числе в нашем Одинцовском районе мы не вводили карантин, да. У нас, мы работали целый год, у нас не была закрыта поликлиника на посещение деток, да. То есть мы и принимали детей, и осматривали их специалисты, и такой вспышки гриппа у нас не было абсолютной. То есть мы победили, я считаю, что в этом году, и деток вот таких больных, тяжело болеющих теми же пневмониями, да, вот какими-то острыми заболеваниями было значительно меньше. Мы сдаем анализы на вирусологию, в том числе на грипп, всем детям, которые и взрослым, которые поступают в наше инфекционное отделение. И мы эту ситуацию мониторируем. Вот только за последнее время, это, наверное, был конец марта, у нас появился вот этот штамп гриппа, да, их было немного. И я вот даже по адресам, то это были дети не нашего Одинцова, да, то есть это были больше детей, которые за пределами самого города Одинцова, это больше был даже Одинцовский район. И те дети, которые не были привиты от гриппа. То есть все, кто прививались, все, кто прививались, гриппом не болели. И это хорошо. Давайте напомним сроки кампании прививок против гриппа. Начинаем мы их с сентября и заканчиваем мы их практически к новому году. Как правило, сроки у нас до 15-го где-то ноября, да, но, как правило, мы увеличиваем. Декабря, наверное, да? Нет, ноября. Ноября? А все правильно? Да. А мы их увеличиваем до конца декабря. Нин Павловна, в поликлинике будут ли выстроены какие-то созданные коридоры для прохождения профилактических медосмотров детей до года? Ну, до года у нас мы это не делаем, потому что это, если мы будем создавать эти коридоры, то это будет, ну, как бы скученность народа. И это может не очень сказаться на такой вот спокойной обстановке в поликлинике, да. Потому что, как правило, с одним ребенком приходит мама, папа, еще и могут прийти и бабушка с дедушкой, да, то есть это скученность. А вот для детей, которые оформляются в школы или в детские сады, это будет. У нас есть день... Как это будет организовано? Мы уже запросили во всех амбулаториях и поликлиниках деток, которые прикреплены к Одинцовской ЦРБ, потому что мы можем обслуживать только их, и профосмотры проводятся только прикрепленному населению. Мы запросили списки детей, которые не организованы, но которым необходимо пройти этот медосмотр. У нашей амбулатории составляют эти списки. Как эти списки будут составлены, мы определимся с количеством этих детей, разобьем их по группы и сообщим. То есть это будет сделано адекватно. Нина Павловна, в 6 лет проходит профосмотр. Дальше как ступени развиваются? В 6, потом у нас идет в 7 лет. Вот невролог, детский стоматолог, окулист, лор-врач. В 8 лет у нас детский стоматолог и педиатр. В 9 лет тоже педиатр и детский стоматолог. В 10 лет, но это уже в школе. Вот выездные бригады, прививочные бригады у нас организованы. Мы выезжаем, где смотрят специалисты. То есть здесь все создано для удобства и родителей, и детей. То есть дети не отрываются от учебного процесса, а родители могут спокойно работать и быть абсолютно уверены, что их дети пройдут профилактические осмотры. И информацию о том, как прошел ребенок тот или иной профилактический осмотр, они могут узнать в медицинском кабинете. То есть родители должны знать, здоровых ребенок или нездоров, что нужно сделать для того, чтобы, может быть, оздоровить этого ребенка летом. То есть мы можем там отправить в реабилитационные какие-то эти учреждения. То есть у нас сейчас есть такая возможность. И подсказать по той или иной специфике, где ребенок может получить профилактическое лечение. То есть надо идти в медицинские кабинеты к педиатрам, которые все им расскажут. И дальше у нас 9-10 лет. Да, потом у нас 11 лет, 12, 13, 14. То есть ежегодно у нас дети проходят профилактические осмотры, чтобы не запустить и не упустить те или иные отклонения от нормы. Да, и начиная с 15-летнего возраста мы начинаем делать флюорографию. Это проводится у нас в детской поликлинике. Здесь наш кабинет открыт для всех детей Одинцовского района. Мы разослали письма о том, что мы можем сделать эти исследования всем детям, которые даже прикреплены во ВЗАИ, в Галейцинской поликлинике, в Ершово. То есть если есть такая необходимость, пожалуйста, приезжайте, мы всем сделаем. Потому что это тот возраст, когда мы уже можем делать данное обследование. И у вас есть для этого необходимое оборудование? Да, есть необходимое оборудование. Абсолютно спокойно можно записаться. Мы работаем, наш рентгеновский кабинет и в том числе флюорография работает с 8 до 8. То есть мы все сделаем очень спокойно. Но нас нужно обязательно предупредить и записать по системе МИАС. Все доктора это знают в других учреждениях. В общем, самое главное для родителей не оставлять на потом вопрос прохождения профилактических медицинских осмотров, а подумать об этом заранее. Спасибо, Нина Павловна. Надеюсь, что сегодня мы ответили на интересующие вопросы наших телезрителей. Спасибо вам. Всего доброго. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова